Награды только лучшим. Глава региона Николай Меркушкин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. В зале собрались почти все сотрудники трех портов – Самарского, Сызранского и Тольяттинского. Так масштабно этот праздник не отмечали уже 20 лет. О возрождении, традиции и большом будущем Виталий Портнов. Символичное, в каком-то смысле, историческое фото на память. Речники такой большой компании давно не собирались. Спустя 20 лет за это время сменилось не одно поколение работников морского и речного флота. Подарки, поздравления со сцены и вообще такой масштаб празднования для многих стали неожиданностью. Большая вода, волны и суда. Без них тоска, признается Геннадий Емелин, простой интерес к профессии в юношестве. Теперь занятие всей его жизни. 46 лет службы в Самарском речном порту. Работа, говорит, тяжелая, но остаться на берегу навсегда желаний никогда не возникало. 27 лет я уже возглавляю коллектив земсоряда 505-го. В команде у нас 19 человек. Ну, в общем-то, как вам сказать, работаем. Добываем песок для области. За особые заслуги, работу с новой техникой, постоянную учебу и воспитание новых поколений. Почетный знак трудовой славы теперь красуется на Грузии. Обладателей такой высшей награды ее очередили два года назад в регионе немного. Не вручается, на самом деле, людям, которые вынесли огромный вклад и не начальникам, а по такому сбину, среднему и рядовому сбину. С ней идет большая материальная поддержка. 167 тысяч рублей и часы на память от главы региона тем речникам, которые отстаивали свой порт. Это когда еще были планы по его переносу. С 2011 года началось движение о том, что на месте Самарского порта планировали построить стадион. С приходом Николая Ивановича Миркушкина ситуация резко изменилась. Николай Иванович, видимо, очень хороший хозяйственник, на мой взгляд, очень хороший хозяйственник. И он понял, что действительно это место не для стадиона. В стадиону определили новое место, а речники продолжают работать на прежнем и вновь готовы принять в свой коллектив молодые руки. Николай Миркушкин лично вручил выпускникам-отличникам красные дипломы. Мы обещаем, что выполним любое задание, и что бы ни случилось, мы никогда флот не опозорим. Спасибо, что правило. Глава региона подчеркнул, Волга – главное богатство области, поэтому и постоянная поддержка областного правительства на развитие речного флота, грузовых и пассажирских перевозок. Самара сейчас лидер среди других регионов ПФО. Время пришло собирать камни, делать все так, чтобы все, что полезное, все, что эффективное, все, что привлекает людей, использовать на благо людей. Сейчас будем делать все, чтобы сделать новую программу, конкретные шаги, для того, чтобы это направление очень активно развивалось. В планах увеличить объемы перевозок и количество маршрутов для пассажиров. Так, этим летом же открылись четыре новых остановочных пункта на направлениях Самара-Винновка и Самара-Зольная. По два на каждом. Виталий Портнов, Александр Дудко. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...